Коллеги, мы рады вас приветствовать. Вы видите, что мы работаем в штатном режиме, мы находимся в офисе центральном в Москве, и технологии, которые сейчас у нас работают, позволяют нам очень многое. Вот, например, сегодня мы соединимся в России в нескольких городах, и вы услышите замечательных людей, которые являются элитой нашей команды, нашей компании. Но сначала хочу сказать, вы, наверное, устали уже от того количества прямых эфиров, вебинаров, обучений, которые мы для вас проводим. Но, тем не менее, когда ко мне обратились участники элитной команды и сказали, что пора выходить на сцену, и пора нам, не устали, Света, ну вот спасибо, потому что идет все нон-стопом. И тогда даже нам кажется, что можно в этом запутаться. Но, тем не менее, действительно, информация отличная. И продолжу. Когда ко мне пришли участники нашей элитной команды в онлайне и сказали, что пора нам выходить на сцену, потому что именно сейчас, когда в стране так сложно, когда в компании нужно объединить людей, когда нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать людям. Без сомнения, мы сразу нашли время. И теперь каждый день в 17.00 вы услышите прямой эфир от участников элитной команды. Очень скоро. Значит, сначала вы услышите участников элитной команды России. Но очень скоро к нам присоединятся участники элитной команды стран. Я верю в то, что то, о чем мы будем говорить все эти дни, то, что какие вопросы вы зададите и какие вы получите ответы, всем нам вместе очень важно. Поэтому давайте не будем терять время. И я передаю слово нашим уникальным, замечательным, драгоценным директорам. Это национальному директору компании Светланой Заварухиной и старшему международному... Ой, что я не говорю-то, господи. Да, Аня, прости, дорогая, пожалуйста. И старшему международному директору Ане Кононовой. Уверена, что то, что сейчас произойдет, это произойдет впервые в компании. Но я уверена, что будет иметь продолжение, которое нам всем с вами сегодня необходимо. Представлюсь и расскажу, что нас с вами ожидает. На самом деле проект, который мы сейчас запускаем, он такой, я бы сказала, мини-проект, но он такой большой по своей сути в дальнейшем долгосрочной перспективе. И сегодня мы с вами начинаем знакомиться с элитой Фаберлик. Это раз. Второе. Наверное, наше время пришло поговорить со своими зрителями, со своими людьми, которые находятся в огромных сетях Фаберлик. Наши клиенты, наши покупатели, наши лидеры, наши консультанты, наши топ-лидеры. То есть все они, наверное, ждут нашего вот такого простого разговора на прямой линии. И я очень рада, что сегодня нас собралось огромное количество, и мы стартуем. И, конечно, нам сегодня, ну так, трепетно и волнительно, потому что сегодня мы, в общем-то, впервые все с вами начнем знакомиться каждый день и начнем вместе с вами создавать свою новую будущую реальность. Меня зовут Заварухина Светлана. Я национальный директор компании Фаберлик из города Челябинска. Сегодня с нами на прямой линии будет Анна Кононова. Это старший международный директор, город Киров. И самое интересное, что сегодня мы с вами, конечно же, поговорим о том, что же сегодня происходит со всеми нами, вот в это нелегкое время, что сегодня происходит в этой сложной обстановке, и как же нам всем сегодня с вами собраться, мобилизоваться и жить действительно очень интересно, радостно, невзирая на все сложности и трудности, которые нас ожидают. Ну, давайте начнем. И первое, что хотелось бы, конечно же, рассказать, познакомимся с нашим самым крутым лидером Фаберлик, с человеком номер один, Анной Кононовой, которая уже находится вместе со своим супругом Антоном в открытом звании партнера. Это самое высокое звание на сегодняшний день по нашей лестнице в маркетинг-плану. И встречайте Анну Кононову и знакомьтесь, потому что именно Анна сегодня нам поведает очень много интересного. А я ей буду задавать вопросы. Я буду ведущим сегодняшнего, потому что презентация была не та. И, конечно, я хочу просто сказать, кто сегодня с вами на проводе, на прямом эфире, на прямой линии с элитой, и кто будет вести ближайшие эфиры. Светлана Заварухина, топ-лидер Фаберлик, 21 год в компании с 99-го года, 22 года в индустрии MLM, автор статьи в книге MLM «Рекрусинг сегодня и завтра», хотя только помечтала, и на следующий год уже эта статья опубликовалась. Создатель собственной системы формирования лидеров сети с 2001 года. Это наша авторская была программа, первая, с которой мы начинали, школа повышения мастерства. Также я участник проекта компании развития человеческого ресурса сети Фаберлик с 2004 по 2007 год. Создатель и руководитель молодежной образовательной программы Лига молодых предпринимателей с 2007 по 2012 год. Участник и спикер проекта «Школа развития человека» 2011-2012 год. Тренер проекта турне международной тренерской команды 2012-2013 год. Руководитель и куратор программы «Капитаны России» в Челябинске с 2012 по 2014 год. Тренер проекта турне международной тренерской команды, это было 2012-2013 год. Бизнес-тренер и соавтор проекта по развитию компетенции лидеров в Уральском регионе «Школа практического лидерства» с 2014 по 2017 год. Также руководитель Центра развития лидеров Челябинске, создатель структурного клуба миллионеров структуры 2010-2018 год. Бизнес-тренер проекта «Фаберлик про» 2017-2019 год. Участник Лиги Российской Федерации от Уральского региона 2017-2019 год. И участник всех проектных и стратегических сессий компаний. Ну и вот этот новый проект, который мы сейчас запускаем, я думаю, он у нас тоже будет очень интересным. Он развернется. Вот просто есть такое видение, но нам еще надо с элитной командой собраться и полностью все это вживую обсудить на стратегической сессии компании, которая была передвинута в связи с коронавирусом. Ну что делать, мы попали в это сложное время. Но сегодня у нас Анна Кононова на проводе, и это лидер, у которого я очень многому учусь, за которой наблюдаю и просто вижу, что ты молодые, а ты не стриятели. То есть давайте мы с вами поговорим о том, что у меня, конечно, не такая крутая биография в компании «Фаберлик». Я нахожусь в компании 5 лет. Вот мы открыли статус партнера за 4 года. Начиналось все с того, что нам нужны были деньги на наши цели. Я не могу сказать, что мы суперамбициозные лидеры, но так получилось, что нам действительно хотелось очень иметь свою квартиру, да, то есть жить отдельно от родителей. Ей на тот момент мне было 33 года, когда я пришла в компанию, и нам хотелось, так как ввиду того, что у нас получился, родился особенный ребеночек, да, особенный малыш, нам очень хотелось денег на ее содержание, денег на то, чтобы у нее были самые лучшие специалисты, чтобы, конечно же, адаптировать Викторию к социуму. И пошло-поехало так, что мы просто сделали правильный выбор, мы просто сделали действительно то, что, может быть, кому-то кажется, кто никогда не делал, но смотря у кого какие цели в жизни, да, кого-то жизнь прижимает, и он действительно идет вперед, у кого-то все есть, и не совсем ему хочется что-то в жизни менять. Нам надо было менять всю жизнь кардинально, потому что нас сама судьба, да, заставила поменяться, и, конечно же, я понимала, что нас в обычные садики не возьмут, что с родителями жить уже, как бы, родители старенькие, и буквально за год мы открыли рубиного директора, за год и два мы открыли бриллиантового директора. На уровне бриллиантового директора мы уже купили свою квартиру, свою первую квартиру, и когда уже диагноз у нас не исправлялся, да, то есть мы поняли, что нам нужно переезжать в город ближе к специалистам, мы купили уже вторую квартиру, и сейчас вот купили третью квартиру, чтобы ее расширить. Вот, что хочется сказать, это то, что нами двигала все-таки мотивация, чтобы у нас все было, несмотря ни на что. Когда мы действительно растем, работаем, развиваемся просто для того, чтобы у нас, как сказать даже, да, чтобы у нас все было хорошо, дом полный чаша, тут не совсем такой момент, а такой момент у нас именно то, что нам нужно было денег на высоких квалифицированных специалистов, которые действительно стоят таких вот глобальных заработков, глобальных доходов, которые вот мы, в принципе, и добились. И что я вам могу сказать, что помимо того, что мы действительно хорошо шагали, о своей немножечко биографии, мы стартанули вдвоем с мужем, муж работал 5 на 2, я работала дома и водилась с ребенком, с нашим, да, с нашей Викторией. И он уволился, когда я была на уровне открытого старшего директора. И самое шикарное, это то, что нам удалось вырваться из дома, отпроситься у родителей, мы собрали всех бабушек и дедушек, и впервые, впервые мы поехали на ассамблею компании «Фиберлик» в 2015 году в Сочи. И вот именно тогда, именно тогда у нас все изменилось, именно тогда у нас все поменялось, потому что там получала чек Мария Мумарова, она получала свои 500 тысяч русских рублей. И, конечно же, это было просто невероятно, и я даже не ожидала, что такие деньжищи может кто-то когда-то в своей жизни получать. Я видела человека, который стоял перед мной на сцене, который держал чек, и я понимала, что она обычная мама, по-моему, у нее на тот момент было трое или двое детей, не помню сколько, я была так ей восхищена. И на тот момент я поняла, что я сама могу изменить свою жизнь, если мне это хочется, да, лишь бы все хотелось, да, все моглось, да, и мы были молоды, и сейчас мы молоды, но энергии было много. И, конечно же, надоела вот эта вот рутинная работа, потому что до компании Фаберлик у меня не было рядом ни друзей, ни подруг, ни родственников, как пример успешный, да. Что для меня пример успешный? Это люди, которые хорошо зарабатывают, которые ни в магазине, ни на отдыхе, нигде себе, как бы ни в чем не ограничивают особенно, да. Что получается у меня, то, что мы общались с людьми, которые с копейки на копейку друг у друга занимали, с горем пополам все вот это вот тянули, да, и как бы эта жизнь для меня казалась привычной. Ну вот именно тогда, когда я действительно увидела миллионера с блестящими глазами, вот я увидела Мариам, я поняла, что я хочу так же, как она, я хочу так же, как у нее, и обычный человек это все сделал, да. Вот, и вот там мы, конечно, и поехали. Мы начали удвоенно рекрутировать, мы начали создавать чаты, мы начали создавать презентацию. И, вы знаете, вот за эти пять лет, что я с компанией Фаберлик, первый год мы действительно без отдыха работали, мы посидели дома, уволился муж, мы работали вдвоем. И я вам могу сказать, что такое вот отношение у нас было к бизнесу очень серьезное, очень серьезное, и только поэтому мы за год сделали рубиновый статус. Для нас это были такие огромные деньги. Мы получили за этот год премию за директора, за старшего директора, за серебряного, за золотого и за рубинового. Это было просто невероятно. Мы стояли на сцене с кучей чеков, люди нам аплодировали стоя, и я понимала, что я помимо того, чтобы обеспечить, да, свою семью деньгами, я еще и стала какой-то вот успешной, да, какой-то вот такой вот, да, как даже это сказать, это, ну, это нереальное ощущение, когда ты работаешь ради чего-то, не обращая внимания ни на что другое, и вдруг ты понимаешь, что ты сделал намного больше, чем сделал кто-то вот вокруг тебя. Конечно же, были такие нехорошие моменты, когда мне подкалывали, ну, все, там Кононова корону надела, нас теперь в гости на чай не позовет. Вот, были моменты, когда мне стало скучно общаться с подругами, которые ругались, что там у них муж по воскресеньям, кроме своей работы, ну, сидит дома, да, и не берет колым на дом. И я сижу и думаю, боже мой, он у тебя шесть дней отработал, ты его еще на колым отправляешь, да, то есть я была просто возмущена, думаю, милый мужик, да, вот, милый мужчина. И вот, знаете, вот, и когда раньше мы с девчонками гуляли, то, о чем мы говорили, мне стало абсолютно неинтересным, потому что у меня хватало не только уже на памперсы, да, у меня хватало и на поездки, и на какие-либо развлечения и так далее. По истечению пяти лет в компании Фаберлик мы побывали в Шри-Ланке, в Доминикане, в Бали и в Италии. Это бесплатные поездки от компаний, это люксовые курорты, которые мы бы себе не смогли позволить никогда. Да, и до компании Фаберлик, я вам открою тайну, я нигде не была дальше, чем город Киров. И своего поселочка маленького, да, есть поселок Мурыгина, населением 7-8 тысяч человек, я выезжала в город, в какой-то торговый центр, там, на рынок, в цирк, да, я возила свою дочку старшую. Для меня это был такой праздник, и я об этом празднике могла помнить месяц, два, три, потому что, ну, большего мы действительно себе не могли позволить. Мы реально нигде не были, да, даже ни разу не были в Москве. То есть компания Фаберлик открыла мне такие возможности, о которых я даже не мечтала, хотя я просто хотела квартиру и денег на специалистов. Но всё получилось намного лучше, потому что я очень старалась, ребят, я очень много работала, и я не уставала от этой работы, потому что был результат, потому что был успех, потому что у меня была команда. Я чувствовала ответственность за эту команду, я переживала, потому что я людей привела к себе, значит, я за них ответственна. Я не могла свернуть, я не могла бросить, я не могла сделать так, чтобы люди во мне разочаровались, да, вот какой-то синдром отличницы, скорее всего, да, тот сработал, да, вот эта вот ответственность. И, конечно, помимо стран от компании Фаберлик, которые нам она оплатила, мы ещё за это время были в Таиланде, Египте, Турции, Сочи, Тунисе. И также по работе объездили действительно более 20 стран, это и Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот, да, я, можно сказать, за вот эти 4 года последние, я практически весь земной шар облетела, и я очень счастлива. Я побывала практически во всех городах России, мы ездили на форумы, да, и вот сейчас на фото вы видите чек. В вебинарной комнате Approve.me, где сам Алексей Геннадьевич Нечаев сам лично вручил нам чек со старшим международным директором. И обратите внимание на карман у Антона на пиджаке, там роза, дорогущая, серебряная, тяжёлая роза с лентарём сверху. Это тоже подарок, помимо того, что за каждый уровень драгоценный, и компания Фаберлик дарит драгоценности там с бриллиантами и так далее, да, начиная с уровня рубина, она дарит значки, где вставлены бриллианты. Вот, они подарили и значок, и ещё вот эту вот крутую розу. Я её сейчас храню, вот, все ко мне прибежали её посмотреть, когда мы вернулись, все охали-ахали, да, то есть был момент, когда мои подруги пошли в этот магазин смотреть, сколько стоит эта роза, а этой розы нету, они говорят, где он её взял, оказывается, это эксклюзивная продукция, это эксклюзив, это специально для меня, я такая была счастливая. То есть осознание вот этого вот такого крутого подарка из рук президента, я вот только-только вот, когда приехала, до конца осознала, что это реальный эксклюзив, и ни у кого такого нет. Конечно, такие подарки очень шикарно получать, и такие чеки шикарно получать. Я надеюсь, что через 2-3 каталога я получу очень крупный чек в размере 5,5 миллионов рублей, единовременный квалификационный бонус. Но начиналось всё, начиналось всё, это с неуверенной отправки данных 16-летней девушки, которая сейчас, кстати, терминировалась, я не знаю, по каким она причинам не стала работать, сколько бы она сейчас зарабатывала в своей личной группе, уму непостижимо, да, но человек в своё время сделал, может быть, правильный или неправильный для себя выбор судить, нам уже не судить, да, где эта девушка сейчас. Но когда-то я вот ей отправляла данные, она меня нашла в соцсети, в официальной группе одноклассников «Фаберлик». И там она, я вступила в группу «Фаберлик», посмотреть, какой ассортимент и так далее. Мне стало интересно, что это за «Фаберлик», да, везде мелькает в одноклассниках. И вот таким образом она меня хап-хап и зарегистрировала к себе. Вот, я этот момент никогда не забуду, это было 26-го, 11-го, 2014-го года. Мы этот день отмечаем как новый свой день рождения компании «Фаберлик», в компании именно «Фаберлик», потому что именно компания «Фаберлик» дала мне то, что не дал никто, ни один человек. И вы знаете, вот очень часто на своём пути я встречала людей, которые меня осуждают за то, за это, там, только он у него слишком много зарабатывает, только он у него задрала, нос везде ездит, на друзей наплевало, то ещё что-нибудь. То они мне в глаза пишут, высказывают, а я им просто задавала такой вопрос. Хорошо, мне нужны два квалифицированных специалиста в дом, чтобы они приходили на дом, занимались с моей Викторией, да. Мне нужно оплатить центр, мне нужно оплатить бассейн, мне нужно оплатить занятия, да, для особенных детей, да. То есть это реальные платы около 200 тысяч в месяц, да. То есть сейчас на данный момент около 200 тысяч в месяц. Хорошо, говорю. Я сверну свою лавочку, как вы её называете, если вы мне будете эти деньги давать. И всё. И просто тишина, и больше мне никто ни разу ничего не сказал, потому что всем я отвечала одно и то же. Очень много было осуждающих, но очень мало было людей, которые действительно поддерживали, но мы понимали, зачем мы идём. И мы каждый божий день ходили к своему компьютеру, подходили, включали его, наливали кофе, включали любимую музыку и шли тыкать кнопки, шли рекрутировать, шли приглашать людей в свою команду. Так, помнишь ли ты тот момент, когда начала серьёзно относиться к сетевому бизнесу? Ну вот как раз тот момент с Марьям Умаровой, когда такая маленькая хрупкая красотка стояла на сцене и держала чек в 500 тысяч рублей. Я говорю, боже мой, куда ей столько денег? Куда она их денет? Я сидела и думала, куда столько можно вообще деть 500 тысяч? Это же я представляла такую сумку, что она идёт с такой сумкой, с этими деньгами. Ну вот у меня просто это в голове не укладывалось. Но тогда ещё на этой ассамблее мой наставник Николай Андрейко, это была наша первая встреча, получил чек с серебряным директором. И для меня это был тоже такой шаг, что вот мой наставник стоит на сцене, он получает чек. И я им так гордилась, я бегала там, его фоткала. Потом мне сказали, девушка, сядьте, пожалуйста. Я говорю, хорошо, хорошо. Вот это, конечно, было здорово. Я вот, Светлана, не встречала тебя, если честно, да, там на ассамблее. Я почему-то вот с самого первого момента, я была, не получала я ни чеки, ничего там, я была в открытом статусе и старшего, и обычного директора. Но я почему-то очень хорошо запомнила Бирюковых, семью Бирюковых. Они там были. Я очень хорошо запомнила семью Ларченко. Они там тоже были. Вот. Я еще думаю, боже мой, женщина в возрасте, а какая статная, какая красивая, какая культурная, какая приятная, да. То есть я вот, мне вот эти вот лидеры прям, я за ними все ходила, наблюдала. Я там познакомилась со своим самым-самым вышестоящим директором. Это Екатерина Абакаева с Украины. Она зарегистрирована непосредственно под компанией Фаберлик с Инной Гринь. Она тоже как бы ДП Украина, но я туда ушла, в ту веточку, да, получается, в украинскую. Хотя сама в России проживаю, вот, познакомилась с Инной Гринь. Она меня, помню, немножко пожурила, что я слишком много работаю, что у меня может закончиться энергия, куда так много, зачем так много. Я говорю, вы не понимаете, говорю Инна, мне нужны деньги, мне нужно все, чтобы все у моей Виктории было. Мы, говорю, ее сейчас вот так и так. Она говорит, ну, тогда работай. Я, говорит, не знала. Вот. Ну и, конечно, когда я работала, да, то есть я передавала свой опыт своей команде, и все, что получалось у меня, я проводила вебинар и им рассказывала. И я видела, что у них тоже начало получаться. И я видела, что они тоже начали открывать статус, расти самостоятельно, приводить людей в свою команду. И вот тогда я и поняла, что это действительно серьезно, что это действительно та работа, где можно построить свой бизнес и знать, что он будет на года вперед очень надежным. И я вот тогда вот это вот именно увидела. Следующий вопрос. Какие сложные периоды на пути роста были и как ты их проживала? Главная сложность, это, скорее всего, была от родственников. От родственников, потому что они меня очень сильно ругали. Мама, вот я это выражение навсегда запомнила, я разобью, когда ты уйдешь с ребенком гулять, я разобью твои компьютерные ящики, чтобы ты свет не жгла. Я это вот, я это так хорошо запомнила, да, то есть и вот эта вот вся война, она происходила очень долго, потому что она не понимала, что ее дочь Дурында сидит перед компьютером и что-то там орет каждый день по полтора часа. Она не понимала этого. Она, у нее же, как, ей уже 73 года, она у меня уже очень старенькая, она еще зацепила те времена, когда было спекулянство, тунеядство, вот это вот все, да, это давным-давно, это уже молодежь даже не помнит. Вот, и вот это все, она, если это помнит, она понимает, что я делаю что-то незаконное, будто бы, да, будто бы вот что-то такое, вот-то прям. И она мне все время говорила, Аня, хватит заниматься Дурью, иди на нормальную работу. Сколько мы тебя тут должны кормить и содержать, что мы должны делать? Хотя, да, то есть буквально за 4 месяца мы открыли статус директора, да, с момента старта. За эти 4 месяца мы уже начали отдавать за квартиру маме, платить там за все, за все, что вот она нам перечисляла. Но мы с мамой помирились каким образом? У нее, слава Богу, сломался телевизор. И мы маме купили новый большой телевизор на кронштейн, повесили на стену. Она долго его ходила, не включала, охала, да ахала. Потом очень был такой период удачный, сломалась плита газовая старая, да, которой было 20 лет. Я заказала плиту, и все, и у нас получилось перемирие. Вот смех и грех. Конечно, самый сложный период – это когда осуждают, да, когда осуждают, говорят, куда полезла. Но просто я в начале своего пути вообще в сетевом маркетинге, я ошиблась в компании, я пошла в компанию с очень узким, невостребованным, дорогим ассортиментом. И, конечно же, у меня там ничего не получилось. Но я вокруг заколебала всех, да, грубо говоря, проще говоря, да. Да, и вот когда такая ситуация, то я просто пошла и втихаря, да, в компанию Фаберли, когда я пришла, да, подкуп, грубо говоря, у меня получился подкуп. И она даже с Викторией, с моей, начала гулять. Она говорит, Аня, давайте сейчас ваш вебинар проводить, давай я буду гулять у тебя с Викторией. И вот тогда вот все произошло. Но самые сложные времена меня поддерживал только муж, когда приезжал с работы. Еще открою такой секрет, кстати, сложный период. Когда мама выключала мне ящики, электричество вырубала, выходила в подъезд, когда я начала везти, она мне вырубала электричество, чтобы я не вела. И Антон играл с Викторией в прихожей, они расстилали такой манеж красивый, и они там сидели в прихожей, переграли под моими дверями, чтобы маму не пропустить на площадку. Чтобы она не вырубила нам электричество, когда мы ведем. Да, действительно, это был такой вот период, но за меня заступала сестра, и моя сестра сразу ко мне пришла. И моя сестра буквально за пару месяцев открыла статус 15%, начала открывать ИП, начала получать деньги, и говорить, мама, вот деньги, и мама, посмотри, у нее есть, у меня есть, все хорошо. Ну вот, до поры до времени есть. Вся ваша лавочка развалится, вся ваша лавочка распадется. Идите сразу на нормальную работу. Вот сейчас вы все тут поувольняетесь с нормальных работ. Да, мама у меня реальный боец за правду, она нас безумно любит, и из этого нам так влетало. Вот честное слово, она нас ужасно любит, прям очень заботится о нас, да. Вот, мне 30 лет, да, считайте, я до 30 лет где-то, да, с мамой прожила. И все 30 лет мама следила, чтобы всегда была еда в холодильнике, чтобы всегда было это, это, чтобы все мы были сыты, чистые, готовенькие, да, а тут дождь вляпалась куда-то. В общем, да, смешных периодов было. Ну и, конечно, трудности на пути были, это когда ты не знаешь, как обучать команду, как ее сопровождать, и ты вот идешь интуитивно, рассказываешь обо всем, что знаешь, и мотивируешь одновременно, и мотивируешь своими целями, своими мечтами. И когда у меня была мечта заработать на свою квартиру, то у меня и люди попадались, у которых спрашивают, что ты хочешь, да, вот он пришел в команду, спрашиваешь, что ты хочешь, а он говорит, я хочу квартиру. Я думаю, боже мой, ничего себе совпадение, да. То есть, ну, вот таким вот образом у нас получалось, что я даже находила людей, таких же мамочек в декрете, которые также живут с родителями, которые тоже хотят машину. И мы с ними как-то вот на одной волне, ой, машину, квартиру, да. И мы тоже с ними как-то вот на одной волне, там, кто сколько заработал, кто сколько отложил, кто сколько накопил, да, вот это вот все. Конечно, когда мы переехали в свою квартиру, я поверить себе не могла, у меня появился свой большой рабочий кабинет, где я могла запереться и вести спокойно свои вебинары без всяких форс-мажоров. Любимых форс-мажоров. Вот. Ну, и сейчас, на данный момент, я не могу сказать, что идут какие-то сильные трудности, сильные сложности, потому что сложившаяся ситуация, да, есть люди, которые начали паниковать из-за коронавируса, из-за пандемии, но на самом деле, вот мы сегодня с утра с Антоном смотрели, да, и сейчас в интернете, в интернете очень много миллионов запросов. Я вот даже пост писала на своей страничке в Инстаграм сегодня, потому что мы были очень удивлены. 72 миллиона запросов на слово «работа». А все почему? Люди сели дома, люди ищут работу. Такую статистику выдает поисковая система Яндекс, и вы можете сами убедиться ввести в поисковике вот «Вордстат». Вот, буквально две недели назад эта цифра была вдвое меньше. Это я вам реально говорю. Буквально за две недели все изменилось, и люди ищут, люди желают просто, где-то зарабатывают, люди желают, чтобы у них всегда было дома на хлеб, на молоко, на фрукты, потому что у всех семьи, у всех дети. И вот, ребят, смотрите, на данный момент в некоторых, да, районах, не во всех мы спокойно забираем, ездим заказы, у нас все спокойно, у нас все как было, так и осталось. Девчонки как делали свои 100 баллов, так и делают, да, то есть все выполняют, все здорово. Но есть лидеры у нас в Москве, в Московской области, у которых немножечко подсел товарооборот, потому что они работали оффлайн. Они работали оффлайн методами, они собирались на пунктах выдачи, проводили, как вам сказать, проводили какие-то мероприятия, там, дегустации, преподавали, каких-то специалистов приглашали по визажисту, там, по правильному питанию и так далее. Конечно, им стало тяжело из-за того, что они не могут сейчас встретиться, да, то есть мотивация не та, все не то, все вот эти встречи, они как бы временно были отменены. И они почувствовали, что вот где-то на 1 четвертую товарооборот у них просел. И я им сказала, девчонки, да, вот поехали с вами оформлять, да, оформлять вот это вот обучение, сейчас самое время упаковать, пока вы сидите дома, упаковать свой профиль так, чтобы к вам люди сами просились в команду. Конечно же, их это заинтересовало, потому что они трудяги, они рекрутируют, но они не понимают главное. Шикарно, когда люди приходят к вам в команду сами, когда люди сами к вам стучатся и сами к вам хотят. А это говорит о том, что нужно учиться начинать вести бренд в интернете. И самый главный бренд в интернете – это уметь противостоять всем и быть интересным, оригинальным, эстетичным, красивым и так далее, да, писать зажигающие посты, снимать качественные видеоролики. И это многие люди не умеют. Просто не умеют, и поэтому у них встала работа. Но вот я сейчас вас всех призываю, вот в это время, пока мы сидим дома, действительно заново родиться. Заново родиться, потому что когда-то все это я… Вы знаете, я начинала работать в интернет, я знала, где кнопка включить, где кнопка выключить. Я не знала, что пробел называется пробелом. Мне было это все действительно очень тяжело. И со мной рядом сидел муж, и брат, и все, и все меня учили. Но сейчас я понимаю, как действительно легка работа через интернет. И я вас призываю, то же самое и вас. Упакуйте себя так, чтобы к вам люди пошли, чтобы вам было легче, чтобы вам было проще. И действительно, если такая ситуация повторится, случится, да, там может быть вспышка быть осенью, да, или весной в следующем году, всякое может быть. Мы с вами не застрахованы от сюрпризов, то вот именно, если вы зайдете на сайт Фаберлик, раздел оформить заказ, нажмете заказ услуг, то вас там будет ждать образовательная платформа. И вот эту образовательную платформу я как раз порекомендовала своим ребятам, которые уселись дома. И они говорят, боже мой, одна Ольга Дори, которая преподает, как оформить профиль, да, вот в этой образовательной платформе, чего только стоит. Она такие вещи говорит, вот я пока ее слушала, я уже набрала 72 темы для поста, хотя у нее ролик там был меньше часа. И вот я набрала, потому что это радиоведущая, очень такая высокая, она уже давно работает, более, по-моему, 10 лет на радиомаяк и так далее. И вот там, понимаете, компания Фаберлик создала такое обучение от таких вот топовых гуру, которые не только говорят, что делать, но они еще и мотивируют все это сделать. И это действительно делается так просто, с таким вдохновением, такое чувство, что мы взяли после просмотра любого спикера, взяли их частичку энергии, как будто они с нами поделились, и как будто мы идем и это делаем. Это так легко делается. Я помню, потом я посмотрела второй вебинар Ольги Дори, потом третий, потом пошла смотреть, как работать, как рекрутировать в Инстаграм. Там еще есть очень подробное обучение в этом инфопродукте в разделе заказа услуг. И там я просто раскрыла глаза, почему я работник интернета с пятилетним стажем даже не знала, что есть такие кнопки, что вот так, так и так можно. Я просто не догадалась, что это можно сделать. Поэтому я с удовольствием прошла это обучение. Я его прошла буквально за три дня. Я его начала применять, и у меня действительно аккаунт стал приносить мне регистрации. Люди начали писать в личку и начали рассказывать мне, почему им нужны деньги. Вот вы написали пост, и я теперь хочу вот к вам в команду. Можно ли попробовать? Вот я нахожусь сейчас в такой-то сетевой компании. Можно ли перейти к вам или нельзя быть в двух? И я начала понимать, что ко мне люди даже с других сетевых захотели. И это буквально за три дня я пересмотрела. Я переоформила свой профиль. Я поставила ссылку, которую там говорят, да, мультисылка, там на YouTube, Instagram, вот эта вся переадресация. И действительно, у меня уже пошел абсолютно другой поток людей, абсолютно качественных. Раньше я звала людей к себе сама, сейчас я только успеваю отрабатывать заявочки. Это дорогого стоит, ребят. Что еще в рекомендациях там было? Это, конечно же, эстетика. Эстетика, да, эстетика – это когда вы идете к профессиональному фотографу и делаете фотосессию, да. Вот, допустим, раз в полгода ходить и делать фотосессию, действительно, чтобы выглядеть хорошо и красиво. Допустим, я с собой беру там пять разноцветных пиджаков, пять блузок, да, там, к примеру, три платья, ну, различные луки, да. И мы едем с командой, да, скидываемся каждый по 2000 рублей, снимаем какой-нибудь загородный красивый двухэтажный коттеджик, где он хорошо оформлен, и просто фотограф нас всех по очереди фотографирует и выдает нам потом фотографии. Это тоже круто, это тоже здорово, это дорогого стоит, и потом полгода эти фотографии можно постить. Конечно же, я не пропускаю ни одно мероприятие от компании Фаберлик, стараюсь еще ездить на региональные форумы, да, и там тоже есть фото, там тоже есть фото от компании Фаберлик, и я тоже эти фотографии себе беру и тоже их выставляю, поэтому, если вы там бываете на сцене, то 100% вам достанется классная фотка со сцены с чеком, поэтому растите и ездите, получайте эти чеки. Вами не только ваша команда будет гордиться, но у вас еще и будет крутой фотоконтент-план. Итак, смотрите, ребят, когда вы заходите в образовательную платформу, то вы видите, что у нас есть образование трех видов, да, первое, это самое дешевое, 400 рублей, второе, это 1000 рублей, и третье, это 2000 рублей. Так вот, я брала 2000 рублей, 50 баллов, и там в это 2000 рублей, 50 баллов включено и то, которое за 400, и то, которое за 1000 рублей. Поэтому покупайте сразу целое и смотрите, 50 баллов, это как раз тот порог, который позволит вам получать объемную скидку, если у вас есть структура, если у вас есть команда. То есть, вы можете делать каждый каталог, заказ на образовательную платформу, раз в каталог, одну платформу, и у вас уже будет 50 баллов сделано. И вот, кстати, некоторые веб-консультанты так делают, да, то есть, они каждый каталог покупают эту платформу для того, чтобы изучать там информацию, потому что они не успевали за 21 день ее изучить, а другие 50 баллов делали продукцией, вместе у них получалось 100 баллов, и таким образом многие выполнили и акцию на пылесос, и сейчас выполняют акцию на мультиповар. Им очень удобно, поэтому советую, рекомендую. И давайте с вами дальше посмотрим, где взять, да, инструкции по образовательной платформе. Ребят, на самом деле так все просто. У нас с вами внизу есть подвал сайта, и в подвале сайта есть раздел, так, забыла, как он называется, да, так, раздел, раздел, сейчас секундочку, я вам скажу. Прям секундочку, секундочку, партнерство, вот, раздел партнерства, и в этом разделе партнерства, когда вы на него нажимаете, у вас выходит вот этот вот список, да, вот видите, сбоку вот этот список, и он очень-очень-очень удобный, так вот, если порисовать, интересно получится, или порисовать у нас с вами, да, вот этот вот список, видно стрелочку, не видно, да, не видно, да, стрелку, ну ладно, значит, спасибо вам большое за комплименты, очень приятно. И тут, как вы видите, есть и расписание обучения, и Академия Фаберлик, и цифровое обучение, да, оно бесплатное все для вас, и вот как раз это сноска на образовательную платформу. То есть нажимаете всего две кнопки, и вы находитесь вот тут вот. И как вы видите, есть тут такая сноска, как приобрести подписку и начать обучение. То есть в разделе услуги вы эту подписку приобретаете, потом заходите на сайт httpseducationfaberlick.com и активируете подписку. Активируете вы ее очень просто, вводите свой логин и пароль от сайта faberlick.com. Вы туда заходите, и эта платформа вам доступна целый 21 день. Умнейте, ребят, умнейте, развивайтесь. Эта платформа действительно принесет вам огромное количество времени. И вообще-то, да, и времени оно вам тоже огромное количество принесет, да, говорка по Фрейду, потому что если вы качественно оформите свои соцсети, к вам пойдет абсолютно другой народ, абсолютно другого, да, мышления, и более успешные лидеры начнут ваши странички посещать, да, если вы оформите свои странички правильно. Конечно же, это получается самая настоящая экономия времени. Вот, потому что одно дело перебирать всех подряд, а другое дело, когда к вам просятся люди, которые действительно хотят развиваться в бизнесе. Так, и сейчас я вам еще скину одну информацию. Это самое лучшее обучение от компании Faberlic. Это бот в Инстаграм, ой, в Телеграм-канале, прямо сюда, я вам сейчас его скину. Этот бот я встретила первый раз на эфире от девушки. Так, такая симпатичная блондиночка ведет сейчас от компании Faberlic. Как у нее фамилия, я забыла. В очках такая молоденькая, симпатичная девушка, вот. Да, и вот как раз она, сейчас вот этот бот, если вы скопируете, да, Красавангелина, вот, спасибо огромное. Вот, и как раз, когда вы эту ссылочку копируете, вставляете ее в Инстаграм, начинайте обучаться, вам там очень подробно, поэтапно приходит задание за заданием, задание за заданием. Вы проходите первый уровень, а второй уровень, тадам-тадам, это продвинутый. И там уже вы будете учиться, как создавать воронки, таргетированную рекламу. И все это подается до такой степени платно, платно, говорю, извините, бесплатно, до такой степени плавно, до такой степени понятно, что даже я пойму, да, то есть я очень плохо понимаю, до сих пор интернет, мне очень много в чем помогает муж, вот, да, даже вот я не поняла, откуда эхо, он говорит, Аня, ну элементарно же, надо было наушники взять. Я говорю, ну еж мое, я вот не догадалась, что надо взять наушники, дорогие мои. Вот понимаете, вот такой у меня уровень, да. Вот теперь будем знать зато, да, то есть, и, конечно, обязательно пользуйтесь, сохраняйте себе. Это обучение, давайте я вам еще раз вышлю, в Телеграме, Телеграм-бот. Это очень крутое обучение, ребят, очень крутое, одна озаренок, чего только стоит. Вы когда-нибудь пробовали купить платное обучение от озаренок? Это, ой-ой-ой, сколько стоит? Реально. А компания Фаберлик купила озаренок, чтобы она нам с вами преподавала. Поэтому низкий поклон компании Фаберлик за такое обучение. И сейчас все новички, которые к нам приходят, мы удалили свое обучение и ставим обучение от компании Фаберлик. Время, да, свет уже? Хорошо. Итак, следующий вопрос. Какие важные моменты нужно учитывать обязательно при построении сети? Вот, ребят, самый важный момент это умение обучать людей. То есть, одно дело, когда мы оформили красиво странички, к нам пошел народ, что делать с этим народом? Так вот, ребят, да-да-да, 40 тысяч рублей. Вот, тайна раскрыта, да, то есть, я спрашивала у него, сколько стоит обучение, озаренок 40 тысяч рублей просит. Вот, и самый важный момент это умение обучать. И когда вы не знаете, как обучать человека, вы боитесь искать людей. Давайте смотреть правде в глаза. Очень страшно найти человека, зная, что вы ему ничего не можете дать. Так вот, сейчас, на данный момент, вы можете ему дать, вот то, что я вам выслала, да, от Ангелины Красовой, и во-вторых, бот, обучение, вот этот бот, и во-вторых, вот это вот обучение, наше с вами цифровое обучение. В-третьих, вы знаете, где взять расписание вебинаров от компании Фаберлик, и, грубо говоря, вы нашли человека, вы ему все рассказали, он к вам зарегистрировался, и вы структурируете это обучение под себя, то есть рассказываете, что такое маркетинг-план, рассказываете, как зарегистрироваться в Телеграм, рассказываете, как скопировать, ставить вот этот бот, и как переписываться в этом боте, то есть вы попробовали сами, через неделю вы уже учитель. Поняли? Через неделю вы уже учитель. Не надо создавать велосипед. Компания Фаберлик вам дает все сейчас, да, вот, ребята, вот ссылка. Компания Фаберлик вам дает все, она дает вам абсолютно бесплатно, абсолютно супер-мега-современное обучение. И если вы это обучение не возьмете, и не пройдете сами, и будете думать, ну, куда уж мне, я же привыкла всю жизнь онлайн работать, мне это не поможет, то вы ошибаетесь. Там очень простое обучение, оно до такой степени понятное, там прям вот показан телефон, и вот как листать, куда нажимать, что делать, вот прям держит телефон и показывает, куда нажать. Это нереально перепутать, нереально запутаться, и вообще нереально делать вид, что это не для вас. Поэтому любите себя, цените себя, делайте свое будущее, зарабатывайте, да, и лучше думайте, какую квартиру вы купите, как я когда-то думала, да, какие мечты вы свои исполните, и что вам вообще в жизни хочется. Вспомните свои истинные желания. Не те желания, которые навязаны обществом, а именно свои истинные желания. Вот действительно, что хотите лично вы, да, вот я лично хотела, чтобы у меня в жизни, да, то есть я хотела, чтобы у моих детей все было хорошо, и я иду к этому, я зарабатываю ради этого, да, вот, и это очень важно. Самое главное, это, конечно же, семейные ценности, из которых все вытекает. В нашей семейной жизни было бы все очень плохо без квартиры, потому что, начиная бизнес, мы жили вчетвером, в пятером, если считать, кота в одной комнате. Вот, и это сложно. Когда ребенок грудной плачет, когда у старшей двойки из-за грудного ребенка, потому что она днем и ночью ревет, когда муж, уставшись с работы, не знает, где отдохнуть, а у него опять на работу, а когда ты с ребенком выходишь в коридор, чтобы муж поспал, просыпаются все вокруг домашние, с которыми мы живем, начинают ругаться, иди обратно в комнату, и орите там, да, то есть вот это вот все, как бы эмоциональное состояние как раз таки сказывается в первую очередь на наших детях, поэтому любите себя, цените себя, исполняйте свои мечты, и действительно сядьте и пропишите свои мечты, и каждый год их прописывайте, это очень помогает. Так, за что ты благодарна индустрии MLM? Почему Фаберлик? Вот индустрия MLM в целом, я благодарна, то, что тут свободный график, карьерный рост, то, что я что хочу, то и делаю, да, в компании Фаберлик. Если я захотела развиваться, да, с помощью вебинаров, обзоров, прямых эфиров, так я это и делаю. Кто-то хочет развиваться с помощью рекламы, ботов, продвижений, воронок, так он это и делает, да. Кто-то хочет создавать странички, идти искать людей с помощью бренда, да, вести бренд, писать красивые посты, чтобы люди к ним просились, так они это и делают. У нас с вами свобода выбора. Действительно, очень хорошая свобода выбора и я действительно вот в этом плане благодарна, что я в любое время дня и ночи, включая компьютер, я на работе. Для меня это мега важно. И почему же компания Фаберлик? Ну, я вам рассказывала, что компания Фаберлик – это самый широкий ассортимент из всех сетевых компаний и это очень удобно. У нас с вами огромное количество покупателей, которые просто сами просятся, сами приходят, сами хотят. Компания Фаберлик создает крутое обучение. Компания Фаберлик делает действительно очень мощные акции, очень мощные акции. И вот тут еще, знаете, что я забыла по прошлому слайду сказать, по прошлому вопросу. Обязательно организуйте свой чат, где вы будете все рассказывать о компании Фаберлик. и вот, Свет, не понимаю твои знаки, дорогая моя. Пиши, пиши в переписку. Не понимаю. Вот. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Организуйте свой чат и все новости от компании, все записи вебинаров, все трансляции вебинаров, все какие-то вот хорошие, все-все-все в этом чате постите обязательно и поддерживайте активность в чате. Как поддержать активность в чате? Вот вы сейчас сидите на прямом эфире, да? Сегодня вы на моем сидите, завтра другого элитного директора, да? Вы будете сидеть послезавтра, третий элитный директор и так далее. И вот как раз во время прямого эфира вы можете выйти в свой чат и говорить, слушайте, вот мне сейчас вот так, так и так сказали, будем пробовать. Лично я пойду пробовать, да? Зарегистрировались в этом инстаботе, купили этот инфопродукт и начали говорить, слушайте, вот я сейчас прохожу первое задание, действительно, почему я не догадалась это сделать? Ребята, кто еще проходит? Кому-то нужна помощь? Вы не представляете, сколько людей набежит и захочет вместе с вами учиться и у вас начнется жизнь кипеть. Обязательно просите всех рассказывать обо всем хорошем, что происходит. Кто сколько получил подарков по программе Фаберлик Клуб в этом каталоге? Кто сколько, кому сколько людей компания Фаберлик зарегистрировала по ВИП-стажу, да? То есть вот этот ажиотаж обязательно создайте, чтобы он был правдой, чтобы это была правда, чтобы от сердца шло, а не от того, что ой, что-то бы придумать, что-то бы придумать, да? Не сухие тексты, а именно вкусную правду именно из первых уст, да? То есть не то, что там... Вот у нас даже есть традиция во всех чатах писать в конце вечера, у кого сколько было регистраций за день, у кого сколько сделали заказов, кто какие подарки получат и так далее, да? То есть и вот это самый верный шаг для ведения чата. Вот без этого ажиотажа может не получиться, да? Не получится расти, не получится работать, потому что вот этот момент, его нужно постоянно держать, да? Постоянно держать в тонусе чат, и вы увидите, что через месяц, второй, третий вашей упорной работы с чатом, а чат пойдет сам. О, так. Так-так-так, Света переключается, да? То есть ваш чат пойдет сам, он пойдет позже, да, через месяц, два-три. Просто этот момент нужно пережить, и постоянно... Вот вам люди вопросы в личку задают, а вы говорите, нет, ты напишешь этот вопрос в чат, вдруг кого-то тоже этот вопрос интересует, но он стесняется задать. Да, про чат в Телеграме, в Скайпе, где у вас чаты, вайбер, ватсап, где вам удобно, да? Как вы получаете вип-контакты с других городов? Никак не получаю. Вам спасибо. Так, Свет, я не вижу твой прямой эфир, дорогая, я тебя караули, но я... А, вот все увидела. Так, все, запрашиваюсь. Целый час просидели, да? Обалдеть вообще. Так, все, встать в гости. Отправляю запрос в Инстаграм. Вот, и, конечно, ребят, нужно быть очень благодарными компании Фаберлик еще за то, что столько у нас с вами было поездок, столько поездок еще будет. Это просто шикарно. Во-вторых, то, что она дает все эти акции, бонусы, и если вы о них не знаете, это не значит, что вам не нужно благодарить компанию, да? То есть у меня вот есть новички, которые говорят, ну, что в компании есть? Я говорю, ну, давай посмотрим. Да, то есть мы начинаем обсуждать, 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 и у них просто глаза на лоб лезут, потому что стартовая программа, полгода подарков, Фаберлик Клуб, пожизненные подарки, даже директорам, даже элитным директорам, да? Это шикарно. Далее, следующий момент – это вип-программа, да? Она у нас тоже с вами крутая, плюс к этой вип-программе добавились, да, мультиповары, пылесосы и так далее. Это вообще просто, просто невероятно. Я, конечно, этот пылесос еще пока жду, но вот у моей консультанты, которые недавно зарегистрировались, они все по этому пылесосу уже получили. Я уже к ним ходила в гости смотреть на этот пылесос, говорю, дайте хоть посмотреть, потрогать. И, конечно же, также акции бизнеса, да? Выучите эти несколько акций для бизнеса, их слишком мало, чтобы о них не знать и не понимать, как они действуют и работают. Это квалификационные бонусы, бонус быстрый старт, это бонус развития, бонус стабильности, бонус материнства и усыновления. Если не знать про эти акции, можно сказать, вы не знаете Фаберлик и вы не знаете, какая она крутая. Это действительно так. И когда встает выбор между кучей сетевых компаний, я вам честно скажу, когда мы пошли в Фаберлик, мы не просто необдуманно пошли, мы сравнивали с другими компаниями, с очень огромным количеством компаний. У нас с вами MLM, компания MLM, которая позволяет делать построение сети, как вам удобно. То есть, как вы хотите. Кто-то веточками строит, кто-то в первую линию строит. Мы можем помогать, можем не помогать своим командам. Это тоже очень важно. Есть компании, где можно за 5 раз больше товарооборот получить в 2 раза меньше. Это действительно так. Мы считали. Есть линейные компании, где платят за 2, 3, 5 максимум уровней в глубину, а остальное у вас отрезается, и вы уже не получаете деньги. И вот на просторах интернета появляется все больше и больше компаний. Есть компании с продуктами неповседневного спроса. Их не будут постоянно, допустим, пить, кушать, принимать, если бы это была компания, только БАДы. Есть компания с продукцией, ну вот, не знаю, давайте я в пример приведу, типа Цептера. Купил миску, и вот эта миска там 20-40 лет перешла по наследству от прабабушки, бабушки, внучки, дочки и так далее, да, поехала. И больше не нужна кастрюля этой женщины. Это постоянный поиск новых консультантов, да. У нас же с вами качественно, недорого, запатентованно, и плюсом ко всему периодически заканчивающийся продукт, и за это нужно очень ценить компанию Фаберлик, потому что широким ассортиментом мы охватываем широкую публику. Кому-то нравится правильное питание, кто-то хочет губки накрасить, а кто-то хочет безопасно помыть свой дом, свою квартиру. Мы, можно сказать, каждому человеку, да, вот я сейчас платье от Фаберлик, сижу, Светлана, по-моему, в блузке от компании Фаберлик сидит, да, или нет, да, горошек нет, а мне показалось, горошки у нас же есть, горошки. Вот, да, то есть вот лак для волос у меня от Фаберлик, да, то есть все Фаберлик, и вы понимаете, мне как бы сходить вот сейчас в магазин даже, да, я сначала смотрю, что есть на сайте. Я сначала смотрю, есть ли эта вещь на сайте, если на сайте нет, то я тогда иду уже в магазин, что-то покупаю, да, таким вот образом. Как лучше под себя или колбаски регистрировать? Ребят, как вам удобнее, как вам хочется, просчитайте и так, и так, вот. О, вопросы от участников пошли. Да. Ребят, какие у вас есть вообще ко мне вопросы? Мне бы хотелось, конечно, больше вас вдохновить на действие, да, потому что действие – это наше с вами все. Желание, закрепленное действием, равно результату. Желание без действия – ноль, и действие без желания тоже ноль, и вы должны это знать. Расскажите, как рекрутируете людей, рекламу запускайте. Ребят, в двух словах, как запускать рекламу, я вам не расскажу, да, то есть я расскажу, что есть таргетированная реклама через соцсети, и есть контекстная реклама. Вот контекстная реклама у нас сейчас плоховато идет, а таргетированная реклама у вас идет обучение в этом боте, на продвинутом уровне, да, который я вам скидывала вот в этом вот боте. Заходите, да, я вам скинула продвинутое обучение, и там вы подробно научитесь, потому что таргетированная реклама – это создание креатива, и там как раз все рассказано, как вы создаете… Креатив – это картинки, да, которые вы запускаете как рекламу, как понижать клик, как понижать клик, чтобы не было слива денег. Я не могу сейчас на словах вам дать эти советы. Даже если я вам дам какие-то хорошие советы, вы можете их неверность трактовать и слить там ни один десяток тысяч рублей без результата. Мне это не нужно. Поэтому сходите и обучитесь. Не ленитесь. Это надо вам, вашим структурам, вашим командам. Научитесь вы, научится ваша команда. Представляете, если у вас 10 человек в первой линии захочет заниматься таргетированной рекламой, да, которую вот в этом боте, да, на продвинутом уровне вас будут обучать, каким статусом вы станете? 10 директоров первой линии. Ну-ка, кто первый ответит? Вот 10 человек у вас рекламились, рекламировались и стали директорами вашей первой линии. Кто ответит мне на вопрос? Элитный директор. Сколько элитный директор зарабатывает? Помните, я вам в начале вебинара рассказывала про Маряму Марву, которая 500 тысяч в руках держала. Надо вам 500 тысяч? Вот идите пообучайтесь, это все бесплатно. Вот, кому надо, это все бесплатно. Ребят, ну, смотрю, вопросов, по-моему, больше нету, да? Как вы узнали суть работы, если ваша 16-летняя наставница не продолжила работать? Я созвонилась сразу же со своим наставником компании Фаберли, который у меня сейчас, с Николаем Андрейко. И он мне рассказал всю суть работы. Потому что девчонка, которая меня позвала, она на тот момент жаждала, жаждала работать, жаждала развиваться. Все она очень-очень хотела, но она не знала, как мне что рассказать, как показать и так далее. И вот она на данный момент, как бы до сих пор, наверное, так ничего и не поняла, потому что ушла. И вот я сказала, дай мне своего директора. Кто у тебя директор? Она сказала, Николай Андрейко. Я говорю, окей, дай мне его. И мы в Скайпе созванивались с ним целый час. Целый час мы созванивались. Он мне все-все-все очень долго рассказывал. И как бы тогда вот я приняла абсолютное решение, что да, я буду пробовать. Я пробовать пришла. Но после того, как я увидела Марям с чеком, я уже стала работать, пахать, развиваться и уже перестала, грубо говоря, где-то бездельничать, где-то отвлекаться. Аня, если у вас просит маркетинг-план выслать незарегистрированный, вы ему высылаете? Да, поверхностный маркетинг-план. То есть если вы вышлете человеку двухчасовый маркетинг-план, он его не посмотрит. Люди не любят длинные ролики. Просто расскажите, какой процент, сколько стран с компанией сотрудничает. Расскажите, что вот эти все бонусы есть, квалификационные бонусы, бонус развития, материнства, усыновления и так далее. То есть вот это все расскажите. Поверхностный ролик максимум на 15 минут. Он у вас хорошо будет заходить. Ну и чтобы ролик был живенький, такой музычкой прошит, а не бу-бу-бу под нос. Что-то бу-бу-бу скучное, оно не пойдет. Аня, порекомендую, у кого стоит обучаться таргетированной рекламе. Ну я ж только что вам сказала, у кого. Анна, вы в чате ведете, вы чаты ведете и в тонусе дерзите. В чатах вся структура или личная группа. У нас есть и общие структурные чаты, и есть чаты, у каждого директора свой отдельный чат. Потому что каждый директор собирает какие-то планерки, допустим, поздравляет свою команду, поздравляет свою структуру, там рассказывает какие-то методы рекрутинга, у кого-то что-то не получается, уже индивидуальные случаи обсуждают. Поэтому у каждого директора по своему чату. Также у нас есть отдельный продуктовый чат, также у нас есть отдельный канал, где скидывается информация, но там никто не может читать и писать. И есть канал, есть чат, где все переписываются, а есть чат у каждого директора по личной группе. Также он у меня есть. Вот, если у меня, к примеру, я в статусе партнера, это 24 директора в первой линии, у меня 24 чата директорских, да, допустим, к примеру, да, там я, и чаты у меня так и названы, я их переименовала, да, чтобы не путать между собой, да, чат такого-то лидера, такого-то лидера, такого-то лидера. Я уже знаю и захожу, где чего. Я даже знаю, в каком чате, какой больше любят метод рекрутинга, да, в одном чате доски объявлений хорошо идут, в другом чате это я уже знаю, в какой чат зайти, где у кого какой совет у директоров спросить, потому что мне нереально уметь рекрутировать всякое разное, ну, реально нереально. Вот, так, я недавно переехала в Москву, где можно проходить обучение. Без разницы, в какой точке мира вы живете, да, вот этот бот, который я вам дала от компании Фаберлик, и инфопродукт продается в любой точке мира. Сколько лет вы в Фаберлик? Я сейчас, дата моей регистрации 26.11.2014 год, 5,5, ну, почти 5,5 лет. Как правильно совмещать бизнес с основной работой? У меня был такой случай с моей сестрой. У меня сестра работала 2 на 2, и действительно тяжело. Она нарекрутирует людей, на 2 дня пропадает, потому что там ее штрафовали, и получается, что, как вам даже сказать, люди, ну, как бы ее, некоторые ее не дожидались, потому что, видите ли, им внимания не уделили, да, то есть она именно 2 дня работы надавала, еще что-то. Ну, вот бывает такой момент, да, оформить брендовую страничку, а люди не понимают, как сделать фото в аватар, и все, и пропадают, да, но не умеют они фото ставить. Нужно звонить, нужно показывать, как все это поставить, да. Вот, и таким образом у нас и начали появляться чаты, и она добавляла в общий чат своих новых новичков, и там ее новички, мы приветствуем новичков, и новички говорят, у меня это, это, это не получается, да, мой наставник там отсутствует на данный момент, помогите мне, пожалуйста. И мы уже помогаем этому новичку, так как это наша команда, наш рост, наш товарооборот, мы уже помогаем. Но потом, когда нас не бывает на месте, а Таня, ну, вернее, сестра моя бывала дома, она помогала моим новичкам в этом же самом чате. Поэтому у нас и получилась дружба, да, то есть вот эта дружба, она очень, очень, вы не думайте, что вы одни, у вас есть наставник, с которым вы можете действительно создать один общий чат. И действительно все будет здорово. И совмещать бизнес со со мной работой, если вы так же два на два работаете, вот как у меня сестра по 12 часов, то она своих внучков сразу добавляла в общий чат, где им помогали. Моя объемная скидка. Я не знаю, стоит ли говорить такую сумму на весь интернет, я думаю, что не стоит. Ребят, большая, большая, очень большая. Я пока сама в нее не верю, но и тут перечисление хорошее. Так, вы работаете в век роста. Мы создали обучение там свое, чтобы задания открывались и так далее. Слышала, что вы работаете в век роста, чем он помогает. Там очень удобно создавать свое обучение. Покупаешь тариф директор и очень удобно. Задание как бы заполнил, новичок отправил, тебе приходит оповещение в Телеграм, что новичок выполнил, хорошо, что новичок выполнил задание, открываешь второе задание. То есть таким вот образом удобно. Этим же самым я не могу сказать, что век роста жизненно необходим для обучения. Можно также и в Телеграме, то есть в простом ворде составили задание и копируете, вставляете, человек вам также отвечает. То же самое этот ворд даете своему новичку, когда он у вас обучится, он также будет обучать уже ваших новичков в глубину. Главное сделать дублицируемый. Все это дело, не важно, где это, на каком сайте вообще. Не важно, на каком это сайте вообще. Так, ну все, ребят. Всем спасибо огромное. На данный момент, да, все мои консультанты регистрируются на Век Роста. Это такая платформа, она единая. Мы не пользуемся обучением от Век Роста. Мы сами свое обучение в Век Роста залили, и люди там уже регистрируются, и там уже проходит наше обучение, которые наши видеоролики, которые мы сняли. Вот это главное поймите, да, то, что мы не обучаемся там, на этой платформе. Мы просто ей пользуемся. Вот. Ну все, ребят, спасибо вам огромное за внимание. Спасибо вам за ваши вопросы. Очень было приятно. Вы уже, наверное, от меня устали, но я такой человек, я очень люблю сидеть, поболтать, поговорить. Да. Кто подписан на мой инстаграм знает, что я могу один прямой эфир закончить, через полчаса выйти во второй, через полчаса в третий, и так могу весь день, без перерыва. Поэтому всем пока, не буду вас больше утомлять. Растите, работайте, развивайтесь. И знайте, что компания Фаберлик – это надежный партнер. Доверяйте Фаберлик, обязательно доверяйте, и все у вас получится. Все у вас будет наивеликолепнейше. Всем пока-пока. И я, конечно же, присоединюсь к пожеланиям Анне. Анна, мы тебе желаем скорее подтвердить, закрыть статус партнера, стоять на сцене и получать свое действительно достойное вознаграждение. Желаю, чтобы таких же замечательных лидеров в твоей структуре было огромное количество, чтобы все не просто дуплицировали тебя, а каждый становился все интереснее и интереснее, все лучше, все ярче, чтобы звезд Фаберлик было как можно больше именно таких, которые живые, организованные, которые могут много чего сделать в этой жизни. И желаю, чтобы у тебя в семье все были здоровы, особенно в это сложное наше время, когда здоровье – самый ценный ресурс. Береги свое здоровье, берегите здоровье все, дорогие наши. А завтра мы встречаемся в 17.00 по Москве с элитным директором с города Ростова-на-Домну Ольгой Зубовой. Ольга Зубова пришла практически сразу с основания компании. Она пришла еще в русскую линию. Я очень многому тоже у Ольги учусь, поэтому завтра мы с вами встретимся на прямой линии с Ольгой Зубовой. До встречи, всего вам хорошего, все эфиры будут сохранены, вебинары будут сохранены, и смотрите все в записи Анне. Просто хотелось, конечно, много задать вопросов, но так как у нас почему-то нет у меня звука, но я думаю, Анна прекрасно справилась через дублирующие вопросы. Поэтому, Ань, счастья, здоровья, любви и долгих лет красивой и интересной жизни. Успехов всем нам. И самое главное, верьте в себя, и все получится. Просто все получится. Делайте, делайте, что умеете, что получается лучше всего, и обучайтесь. Всего хорошего. До встречи завтра в 17.00.